Вот. Зачет будет несложный, но он очень важный, потому что все, что мы с вами понапроходили к этому моменту, на самом деле, это такой базис, на который мы дальше с вами будем настраивать эукариот нас с вами. Ведь мы с вами в конечном счете произошли от прокариот неизбежно. И, соответственно, если мы хотим понять, как мы так офигенно устроены и как внутри нас все работает, нам нужно докручивать, допридумывать то, что уже было, например, у бактерий. И если мы хотим, чтобы мы не страдали на лекциях по эукариотам, а проходили всякое классное, а не переповторяли то, что мы уже проходили до этого, то я очень вас прошу этот зачет сдать хорошо и хорошо его попадать. Иначе мы просто будем тянуть резину, все перепроходя как бы еще раз на уровне укрет, вместо того, чтобы сразу, не обсуждая как бы базис, достраивать все те эволюционные новшества, которые мы с вами, наши деды и прадеды и бабушки и прабабушки тут понапридумывали. Вот такой вот план, такая моя к вам просьба. А вторая моя просьба к вам – это включать камеры, конечно же, чтобы я тоже вас мог увидеть, а не только вы меня. Гигантское спасибо Софи, гигантское спасибо Егору за то, что они это делают каждый раз. Это фантастически приятно. Пожалуйста, будьте как они, буду от этого любить вас еще больше. Итак, давайте посмотрим на то, на чем мы с вами остановились. Мы с вами выяснили внезапно, что кроме метаболизма, основанного на фотосинтезе, есть еще много разных типов метаболизмов. У нас была целая одичинская страшная табличка про это. Невероятное разнообразие метаболизмов встречается у бактерий. Но нам с вами особенно интересен тот метаболизм, который встречается и который был изобретен бактериями, но который используем потом уже и мы с вами. Это так называемое дыхание. Что такое клеточное дыхание? Как оно устроено у бактерий? Это сжигание в кислороде определенных остатков пищи. То есть есть какие-то остатки пищи. В данном случае нас с вами интересуют протоны и электроны, оставшиеся от этой пищи, которые сидят на переносчике. Переносчики называются надым. И электроны начинают бежать по электрон-транспортной цепи, отрываясь от этих самых переносчиков. Вот он, электрон, бежит сюда, на этот самый первый переносчик, он так называется, комплекс-1. Протоны при этом выкачиваются в межмембранное пространство. Вся такая мембранная энергетика, она присутствует у грамотрицательных бактерий. Соответственно, у них есть внутренняя мембрана, которая как раз на этой схеме. Есть наружная мембрана, которую мы не видим, но в пространстве между этими самыми мембранами накапливается протонный градиент для работы этой абсинтазы. Я надеюсь, вы помните эту историю. Итак, первый комплекс передает, поработав электроны, через убехинон на так называемый внезапно не второй комплекс, а третий комплекс. Второй комплекс, я обещал про него рассказать попозже, я сегодня про него обязательно подробно расскажу. Второй комплекс – это отдельная чудесная история. Это третий комплекс сразу, вот так, одним махом и с первого на третий. Третий комплекс тоже выкачивает протоны и передает электроны на цитохром С. Цитохром С передает электроны, тут все в порядке, на четвертый комплекс, который выкачивает протоны, но это не главное. Самое важное, что он сбрасывает отработанные электроны. Ведь электрон вот здесь, вот в пище, обладал довольно высоким количеством энергии. Но после того, как он пробежал по электрону транспортной цепи, он растратил всю свою работу на пинание белков этой самой цепи. На то, чтобы они не лежали тут бездумно, а активно работали, ботали, камеры включали, летучки сдавали и всякое такое приятное. Спасибо, кстати, большое, Андрей, что это сделал. Очень-очень-очень приятно. Соответственно, электрон потратил всю свою энергию. Значит, все. Клетки его не может никак больше использовать. Мы же с вами говорим не о фотосинтетиках. Теперь мы не можем ловить снова свет, тут нет никакого хлорофилла. Значит, все, это отработанный электрон. Его нужно выбросить. И выбрасывается этот сам электрон с помощью кислорода. Есть кислород, который нам тут в массе повыделяли цианобактерии. И очень удачно, что это очень активная молекула. Ее можно соединить с протонами и с электронами, отработавшими свои дела на электронный транспортной цепи, с получением молекулы воды. И вот это и есть главная функция четвертого комплекса. Выбрасывать в помойку отработанные электроны с помощью кислорода. На самом деле, это совершенно офигенная история. Давайте я прямо сейчас сделаю небольшой спойлер, про нее расскажу еще два слова. Ведь представьте себе, как вся эта схемка развивалась в ходе эволюции. Когда-то, давным-давно существовал аноксигенный фотосинтез. Ну, в смысле, он и сейчас существует, но когда-то существовал только он. Никаких современных цианобактерий с оксигенным, с кислородным фотосинтезом не было. И жили себе бактериальные сообщества, и не тужили, и вообще все у них было прекрасно. Потом гадские цианобактерии придумывают оксигенный фотосинтез, начиная отбирать электроны для фотосинтеза не у капушков всяких, не у всяких минералов, но у всяких солей, а у воды. И выделяется кислород, который суперхимически активен, и он идет бить морду всем окружающим бактериям. Понятно, что это такое кислородное абсолютно вымирание. Масса видов бактерий вымирает просто вот сразу или почти сразу, просто потому что у вас плюются ядом со всех сторон эти гадские цианобактерии. Конечно, вам от этого не ок. И посмотрите, насколько гениален этот самый механизм электрон-транспортной цепи, который я вам показываю на примере протеобактерий. Ну, в данном случае на примере альфа-протеобактерий. Работает он следующим образом. У вас есть два гадских мусорных мешка. Один мусорный мешок называется кислород, который яд, и которым восплюются цианобактерии. Другой мусорный мешок содержит в себе отработанные электроны, которые вам нафиг не нужны, но они накапливаются на четвертом комплексе. Забивая его и не давая ему работать. А если их совместить, да еще и соединить с протонами цитоплазмы, то, югу, получается безвредная вода. Ну, красота же! Это же просто идеальная схема. Мы от яда кислородного избавляемся и от отработанных электронов, да еще и уменьшаем концентрацию протонов в цитоплазме клетки. Значит, градиент протонов на внутренней мембране становится еще больше. Значит, тэвсинтаза работает еще лучше. Значит, еще больше матэвс этого просинтезируем. То есть мы выкинули два мешка мусора одновременно, да еще и не потратили на эту энергию, а получили с этого дополнительную порцию энергии. Просто гениальная схема, абсолютно невероятная. Так что те бактерии, которые ее придумали, неизвестно, какие это были бактерии, совершенно не факт, что это были альфа-протобактерии. Почти наверняка это был кто-нибудь еще, а может быть даже несколько раз независимо. Но вот эти ребята были абсолютными гемори. Давайте разберем эту гениальную схему, которую они придумывали, в больших деталях для того, чтобы как следует отложить в голове, как она работает. Вот смотрите, начнем по порядку. Начнем с первого комплекса. По-умному он называется, конечно, не первый комплекс, а надаш-дегидрогеназный. Ну, потому что он берет надаш и отрывает от нее гидрогениум, и отрывает от нее протоны с электронами. Вот смотрите, как это происходит. Вот этот самый комплекс-1. Вот в него заходит надаш с протоном и электроном. Все как полагается. Над плюс, без протонов и электрона, вылетает. А протоны и электроны начинают бежать по вот этой... Ну, протоны никуда не бегут, протоны просто выкидываются в межмембранное пространство, в матрикс. А протоны просто вот тут плавают, а электроны бегут по электрон-транспортной цепи, которая находится прямо внутри этого самого первого комплекса. Ну, примерно как была электрон-транспортная цепь внутри фотосистемы при фотосинтезе, точно так же электрон-транспортная цепь, только без всяких холрофилов, расположена внутри дегидрогеназного комплекса. Вот тут бегут-бегут-бегут-бегут-бегут электрончики. И в конце своего движения посмотрите, кто сюда заходит. Что заходит фигня, которая подписана как какой-то кок. Вот этот вот COQ – это кофермент хинон. Буквка Q обозначает хинон. Только в данном случае это не тот пласта хинон, который был у цианобактерий, а это убихинон. Ну, в общем, невелика разница. Итак, на убихинон мы посадили электрончики, которые вот тут внутри белочка пробежали, два электрончика, ну и два протончика заодно, которые, в конечном счете, вот этим самым надом были выкинуты. Вот мы их сюда посадили. И получили, собственно, убихинол, который, переносчик протонов-электронов, пойдет дальше к третьему комплексу. Но это не все. Самое крутое впереди. Все дело в том, что на этой схеме мы с вами видим только так называемую периферическую руку или цитоплазматическую руку этого первого комплекса. А руки у него, как можно догадаться, две. Кроме цитоплазматической руки, есть еще и так называемая мембранная рука. И эта мембранная рука умеет выкачивать протоны из цитоплазмы в межмембранное пространство. Ну, из цитоплазмы бактериальной клетки имеется в виду, да? В межмембранное пространство. А за счет чего она это делает? А на самом деле за счет периферической руки. Вот в тот момент, когда электрончик пробегает через элемент цепи, который называется М2, так меняется форма основания цитоплазматического плеча, что оно пинает мембранное плечо. И мембранное плечо меняет свою форму так, что начинает выкачивать протоны. То есть получается, что мы использовали энергию бегущего по нам электрона на то, чтобы изменить форму, пнуть мембранную руку так, чтобы она тоже изменила форму для того, чтобы этим изменением формы выкачались протоны в межмембранное пространство. Там накопился протонный градиент, и АТФ-синтаза начала пахать как не в себя. Понятно, как это работает? Класс. А теперь смотрите. Выглядит все это невероятно сложно. Есть какие-то две руки. Есть какая-то дичинская цепь переноса электронов, которая выглядит тут как-то совершенно невероятно и ужасающе. И все это, естественно, должно было как-то возникнуть в ходе эволюции. И на самом деле всегда это было довольно большой загадкой, потому что такие сложные молекулярные машины совершенно непонятно, как могут образовываться предшественников. Ну, согласитесь, что если какой-то, хотя бы один из этих самых энок, какой-то один из элементов переноса электронов работает некачественно или неплохо, недостаточно эффективно настроен эволюцией, то все это будет ломаться, вся эта гигантская машина. Совершенно непонятно было долгое время, каким образом она возникала в ходе постепенной биологической революции путем естественного отбора. Но относительно недавно появились мысли на этот счет. Ученые внимательно посмотрели, из каких составных единиц состоит эта молекула, и в ней удалось выделить несколько важных составляющих. Вот посмотрите. Вот это немножко упрощенная схема того, как комплекс-1 устроен, вот если мы попытаемся разбить его на некоторые составляющие блоки. Вот его мембранная рука с субединицей, которая выкачивает протоны из межмембранное пространство. А вот цитопозематическая рука, которая, соответственно, отрывает протоны от надаж и электроны и передает их на хинон. Но посмотрите, что входит в состав этого потрясающего плеча. Тут есть два вот таких вот смешных элемента, которые подписаны как никель-железный кофактор и молибденовый кофактор. Но почему-то они тут нарисованы пунктиром, видите? Все дело в том, что эти субединицы не работают. То есть они есть, но почему-то они не работают. В смысле? А дофига их было туда вставлять, если они там ничего не делают? Зачем? Ученые внимательно посмотрели на фрагменты аминокислотных последовательных из тех белков, из которых состоят эти странные субединицы. И выяснилось, что вообще-то, говоря, существуют современные белки у разных бактерий, других, в которых они работают и выполняют совершенно другие функции. То есть получается, что когда-то составные элементы этого гигантского первого комплекса выполняли какие-то свои задачи. А потом функция сменилась, задачи поменялись, и они перестали работать. И остаются здесь в качестве таких вот рудиментов. Вот такая прикольная штука. Произошла в ходе эволюции так называемая смена функций. Когда-то этот аппарат или составные части этого большого аппарата выполняли одни действия, а потом начали выполнять другие. Очень прикольно. Давайте посмотрим на то, как предполагают ученые происходило. Да-то давно-давно. В цитоплазме какой-то предковой клетки плавала растворимая никель-железная гидрогеназа. Раз это гидрогеназа, то чем она занималась? Она брала какую-нибудь молекулу, ну, например, передоксин. Ну, на самом деле, не обязательно. И отрывала оттуда электрончики для того, чтобы превращать протонные цитоплазмы, например, протонные воды, в молекулярный водород. Вот гидрогеназы – это ферменты, которые умеют синтезировать молекулярный водород. Вот когда-то существовала такая штука. Согласитесь, похоже. Вот похоже, похоже на то, что мы тут видим у основания. Только тут оно работает, а потом произошла смена функций, оно работать перестало. Давайте разбираться, как это произошло. Вот есть растворимая в воде гидрогеназа, которая умеет синтезировать водород. Давайте мы ее возьмем и соединим с какой-нибудь мембранной порой, с каким-нибудь мембранным антипортером, который умеет выкачивать протоны куда-нибудь. Туда, куда надо. Таких антипортеров у разных бактериальных клеток полным-полно разных типов. Получается вот такая комбинированная молекула из двух плечей, которая одной рукой синтезирует водород, а другой протоны выкачивает в мембранное пространство. Ну, прикольно. Такая странная какая-то молекула, ну, почему бы и нет. А теперь давайте добавим к ней очень важную субединицу, которая называется субединица G. Посмотрите, что она делает. Если связывание субстрата раньше было на субединице C, и субстратом был феридоксин, то теперь связанное субстрата происходит на шажок раньше. И это не феридоксин, а вот такая вот чудесненькая органическая в полной себе молекула. Да, такая простенькая, уже не какой-то адский феридоксин, а такая вот простенькая муравьиная кислота. А, соответственно, от этой муравьиной кислоты будут оторваны электроны, протоны, ну, и углекистый газ в качестве попочечного продукта выделятся. Вот такая простенькая схемка. То есть, получается, весь комплекс теперь делает то же самое, что и делал раньше, только субстрат у него поменялся с помощью этой самой субединицы G. Произошла смена функций. Мы вместо того, чтобы разлагать один субстрат, разлагаем другой субстрат. Клево. А что дальше? Дальше соединяем вот эти две субединицы E и F, которые снова меняют субстрат. Ну, на этот раз уже понятно, на хорошо нам известный надаш. А теперь здесь уже находятся надашки, с которыми мы и работаем. Таким образом, произошла смена функций как бы два раза. Мы этот самый субстрат поменяли два раза, каждый раз подсоединяя к нам просто новые субединицы. А старые уже так впрелись в нашу конструкцию, что убрать их просто так, без поломки всей структуры, нельзя. Они нафиг не нужны, но и убрать их нельзя. Вот они здесь и остаются в качестве рудиментов. Вот такая прикольная история. Соответственно, эти вещи уже не работают. Зато появляется еще вот здесь вот один важный нам с вами сайт. Сайт связывания хинона. И теперь, соответственно, еще и вот здесь происходит закачка протонов вот сюда. Видите? Сайт D редуцировался, мы никакой водород уже не синтезируем. Зато вот здесь вот появился сайт связывания хинонов, и мы этот водород вместо того, чтобы превращать в молекулу водорода, сажаем на переносе. Вот такая получается прикольная история. Контакт. На самом деле, это действительно поразительный пример. Невероятной сложности машина комплекса-1 возникает в ходе, строится в ходе эволюции просто как бы из того, что вокруг плавало. С умноженным сменой функций, с каким-то перепридумыванием, вот просто из какой-то ерунды все это дело собирается. Это выглядит, как, не знаю, как какая-нибудь крутая научная установка в современной российской лаборатории, которая устроена не так, как она должна была быть устроена сразу, а которая собирается, ну, из чего там рядом валялась. Вот примерно так это все и работает, и прикольно, что действительно работает. Давайте взглянем на взаимодействие этого самого первого комплекса, ну, собственно, с третьим и четвертым, о котором мы с вами говорили. Вот наш первый комплекс, его другое название еще и надаш-убихинон-оксиредуктаза. Ну, так он называется, да, по своей функции, связанной с тем, что мы передаем электроны и протоны на, ну, в первую очередь, электроны, на убихинон. Да? Вот мы надашь отрываем электроны, протоны оказываются вот здесь, соответственно. Дальше эти электроны по цепи внутри нас бегут вот сюда и садятся в основании цитоподзематического плеча на хинон, соединяясь с протончиками, конечно. Да? Вот они, вот он, вот на стрелочку соединения с протонами. Получается убихинол QH2, который дальше бежит в сторону третьего комплекса. Ну, при этом, разумеется, в межмембранное пространство еще и выкачиваются протончики. А при этом третий комплекс, который называется BC1 комплекс, ничего не напоминает, да? BC1, это почти как у пурпурных бактерий, у них был BC какой-то комплекс. Да? Причем комплекс BC пурпурных бактерий состоял из двух цитохромов. Из цитохрома B и цитохрома C. Тут тоже два цитохрома, почти те же. Цитохром B тот же, и цитохром только не C, а C1. Ну, как несложно догадаться, не велика разница. И работает этот самый BC1 комплекс точно так же, как аналогичная молекула работала у пурпурных бактерий, и очень похожая молекула работала у цианобактерий. Посмотрите, пути передачи электронов раздваиваются. Один электрончик передается на цитохром напрямую, а второй электрон идет вот так вот через дополнительную петлю, увеличивая эффективность выкачивания протонов в межмембранное пространство. То, что мы с вами обсуждали на прошлой и на позапрошлой лекции. Цитохром C, получив свой электрончик, передает его на четвертый комплекс, который, пока-пока-пока этот электрончик бежит внутри этого комплекса, получает такую возможность менять свою форму, чтобы выкачивать протоны в межмембранное пространство. А главное, что конечный путь этой электрон-транспортной цепи будет представлен кислородом. Этот четвертый комплекс улавливает кислород, и он же при этом улавливает протоны, сажает на них всех электроны с получением воды абсолютно безвредной. Вот такая вот красота. Соответственно, на этом самом четвертом комплексе происходит вот примерно такая реакция. Когда к нам придут суммарно последовательно четыре цитохрома C2, вот этих вот, к нам придет кислород, к нам придет восемь протонов, мы их соединим друг с другом с получением вот этой красоты, с получением двух молекул воды. Вот такая получается итоговая реакция всей этой замечательной системы. Ну, и остается главный вопрос. А третий комплекс где? Второй, простите, оговорился, комплекс где? Вот тут у нас есть первый комплекс, есть третий и четвертый, а второй комплекс что-то не в порядке у этих странных биологов с математикой. Все дело в том, что второй комплекс это отдельная очень прикольная машинка, которая не встроена в эту цепь вот так вот линейно, а подключена к ней как бы сбоку. Это такая боковая цепь, участвующая в этом безобразии. Второй комплекс называется субцинат убихинон оксиледуктаза, потому что он делает еще одну очень важную для нашего с вами метаболизма вещь. Помните, когда я вам рассказывал, откуда берутся вот эти надашки, я так упрощенно сказал, что это как бы продукты условного пищеварения, что вот клеточка кого-нибудь сожрала, вот у нее есть какие-нибудь переваренные молекулы внутри нее, и в качестве остатков этой молекулы недопереваренных это, собственно, протоны-электроны, которые сидят на переносе. На самом деле остатки еды не могут состоять только из протонов-электронов, правильно? Там должны быть, наверное, кислородики, углеродики и так далее. И вот на самом деле из них выбиваться электроны будут вот на этом уровне из молекул, содержащих кислородики и углеродики, из больших довольно-таки органических молекул, электроны будут выбиваться вот здесь. Вот, посмотрите, субцинат это такая четырехуглеродная молекула, довольно крупная. Электроны будут выбиваться вот сюда, на этот самый второй комплекс с превращением субцината в фумарат. Вот так вот это и происходит. То есть получается, что и первый, и второй комплекс это такой приемник недопереваренный до конца пищи. Остатки пищеварения, субцинат здесь и протончик с электрончиками здесь обязательно будут дообработаны этой цепью. Из них будет окончательно высунена уже вся энергия на выкачивание протонов в международное пространство. Давайте глянем, как происходит вот этот вот отрыв электрончиков от субцината, то есть от каких-то довольно крупных получается органических молекул. Происходит этот отрыв в ходе очень прикольного комплекса химических реакций, который, я надеюсь, вы уже проходили в школе хотя бы в общих чертах, и я сейчас вам просто о них напомню. Происходит это в результате так называемого цикла Крепса. Было у вас такое? Слышали такое странное буквосочетание? Давайте кратенько напомню, что там происходит. Мы не будем с вами подробно этим заниматься, поскольку это уже не совсем цитология, но чуть-чуть, два слова вам скажу, напомню, каким образом происходит этот этап дыхания, этот этап фактически пищеварения. когда какая-нибудь бактериальная клеточка кого-нибудь сожрала, глюкозку сожрала, белочек какой-нибудь сожрала, она ее своими молекулярными зубками раздирает во всякую труху. Эта труха носит одно определенное и, главное, каждый раз одинаковое название. Эта труха называется ацетильная группа. Вот эти два кружочка символизируют собой два углеродика ацетила, ацетильной группы. И вот в реальности любая молекула в конечном счете, будь то белок, будь то глюкоза, неважно, разбиваются на вот эти маленькие ацетильчики. Они сажаются на специальные переносчики, которые называются коферменты А. Соответственно, название тоговой молекулы ацетил, коа, ацетильная группа, недопереваренный кусочек еды, связанный с коферментом А. И это и есть точка начала ужасного, кошмарного, стрёмного цикла Клепса. А смотрите, что здесь происходит. Мы берем молекулу, которая называется оксалоацетат. Это четырехуглеродная молекула, и присоединяем к ней два углеродика ацетила. Получается ю-ху, шестиуглеродная молекула цитрата. А дальше эту самую шестиуглеродную молекулу цитрата начинаем допереваривать до конца, начинаем разваливать. Посмотрите, приходит над плюс и отбирает протончики-электрончики, а один при этом углеродик выделяется в виде углекислого газа. Получается уже пятиуглеродная молекула. Потом приходит еще один переносчик, отбирает еще протончики-электрончики, один СО2 выделяется. Осталось четыре углеродика. Понятно, куда пойдут эти надры. Они дальше пойдут на первый комплекс. Они будут дальше придавать эти самые протоны и электроны, выбиты из недопереваренных ацетилов, в цепь переноса электрона. При этом все эти реакции, особенно весь этот круг, скажем так, реакция конкретно вот эта, которая здесь показана стрелочкой, сопровождается еще и выделением энергии. Единственное, что тут энергия накапливается не в виде АТФ, а в виде ГТФ. На весь один такой круг выделяется две молекулы ГТФ. Вот такая прикольная штука. После того, как мы эту энергию получили, у нас получается тот самый субцинат, который работает с третьим комплексом. К субцинату подходит чудесная молекула, которая называется фат. Флавин, аденин-динуклеотид. Какие-то нуклеотиды, значит, подходят. А помните, как НАТР шифровался? Никотин-амид-динуклеотид. А это флавин-аденин-динуклеотид. То есть это получается тоже два нуклеотида, просто один с каким-то странным азотистым основанием флавина. Это снова привет древнему реликту РНК-мира, где во всяких древних биохимических реакциях участвуют коротенькие странненькие молекулы РНК очень-очень-очень по-странному устроены. И они являются здесь переносчиками протонов электронов. ФАТ точно так же, как и НАТР умеет переносить протоны электроны. Он отрывает их от субцината, превращая его в фумарат. И, соответственно, получается ФАДАЖ2, который пойдет ко второму комплексу. На ДАЖки пойдут к первому, а ФАДАЖ2 пойдет ко второму. Ну, соответственно, после этого мы еще подразбираем немножко фумарат таким образом, чтобы получить исходный акселоацетат и присоединять к нему новый ацетилплан. На самом деле вся эта схемка чем-то нам должна напоминать то, что происходило в фотосинтезе в свето-независимой стадии. Помните, в цикле Кальвина происходила идеологически очень похожая вещь. Ферменты там были немножко другие, реакции там были немножко другие, но идеологически вещь была очень похожая. Мы брали сколько-то углеродную молекулу и подсоединяли к ней новые углеродики. Мы только в цикле Крепса берем четырехуглеродный акселоацетат и подсоединяем два углеродика с получением шести. А в цикле Кальвина мы брали пятиуглеродный рибулоза без фосфат и подсоединяли к ней углекислый газ, то есть один углеродик, тоже с получением шести. Но правда эти шестерки сразу раз разваливались на фосфор глистеральдегиды, но тем не менее и там и там мы берем и просто подсоединяем к основанию цикла углеродики. Из углекислого газа в случае фотосинтеза, из ацетилокуа в случае дыхания. А дальше их доразваливаем до того, чтобы вернуться в стартовую точку. Идеология обоих этих самых циклов и цикла Крепса, и цикла Кальвина очень похожа. Вот такая вот дополнительная прикольная особенность. Ну и, собственно, вот он, наш с вами второй комплекс, находящийся на внутренней мембране, на самом деле внутри которого и циркулирует этот самый фат. Да, вы посмотрите, этот фат, он на самом деле никуда там особенно не плавает, он находится прямо внутри этого самого второго комплекса, который заякорен в мембране. И получается, что вот здесь вот на мембране сидит фермент, который улавливает сукцинат из цикла Крепса, передает электронные протоны от него на фат, и сукцинат таким образом, потеряв протоны и электроны, превращается вот в такой вот фумарад с двойной связью, и, соответственно, юху, победа, электрончики могут дальше бежать по электрон-транспортной цепи, находящейся внутри второго комплекса, перепрыгивать на убихинон и дальше бежать в сторону третьего комплекса. Вот такая история. На этом мы с вами хочу вас поздравить. Заканчиваем мембранную энергетику. Это большая наша невероятная победа. Я надеюсь, вы более-менее справились с ее осознаванием, с тем, как все это происходит, потому что это важная история, которая нам очень сильно пригодится, когда мы с вами будем обсуждать цитологию уже нас с вами, цитологию эукариот. А пока отпускаю вас на 10-минутный перерыв. Через 5 минут скину в чат ссылку на предыдущую летучку для желающих ее переписать. Соответственно, еще через 5 минут, когда вы ее сдадите, мы разберем старую летучку и посмотрим на этих концовцев. Отдыхайте. Можно вопрос быстрый? Ну, попробуй, да. То есть, по ходу всего цикла крепства у нас просто тасуется еда между различными системами, да? Ну, энергия из еды получается переходит в энергию движения электрона по электрону транспортной цепи. Окей, хорошо, спасибо. 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 Так, ну что, 51 минута, закрываю доступ к летучке, так что сдавайте те, кто ее писал, если вы еще ее не сдали, и давайте, несмотря на хорошие, хоть и очень немногочисленные оценки, или что-то как-то побоялись вы ее сдавайте, несмотря на хорошие оценки, давайте ее, тем не менее, разберем, для того, чтобы те, кто постеснялись писать, все-таки в этом тоже разобрались. Так, сейчас мне перестанет виснуть зум, и я даже вам открою условия. Вот он. Итак, что из этих трех манекулярных машин участвует в кольцевом пути электрона? Значит, кольцевый путь электрона устроен очень просто. Фотосистема-1, откуда выбивается электрон, B6F-комплекс, фотосистема-1, B6F-комплекс, и вот так вот крутимся по кругу, просто выкачивая протоны в межмембранное пространство. Соответственно, фотосистема-2 не участвует, эти два человека участвуют. Собственно, фотосистема-1 передает свой электрон на феридоксин. Именно она передает электрон на феридоксин. А дальше уже феридоксин решает, в какой путь электрон отправить. В кольцевой, в линейный, или если мы какая-нибудь гидроциста, вообще отправить ее на фиксацию азота. Кто принимает электроны от марганцевого кластера? Вот эта задача уже второй в этой системе, которая в кольцевом не участвует. А в рамках линейного пути ее основная задача – принимать электроны от марганцевого кластера, которые умеют отрывать электроны от воды. У цианобактерий с антенным комплексом, то есть со светособирающим комплексом, связаны, естественно, фотосистемы. Обе фотосистемы. Ну а B6F комплекс – это вообще ни при чем, ни фотосистема, ни с какими антеннами не связывается. У цианобактерий есть все три штуки. А вот у пурпурных бактерий есть только фотосистема второго типа, которую они сперли у процианобактерий и приспособили под свои пурпурно-бактериальные нужды. А фотосистему 1 не смогли спереть, так им не повезло с горизонтальным путем обмена генов. А B6F комплекс им не нужно было спереть, у них есть свой. Только он не B6F, а Bc комплекс. Очень похожий, между прочим, на наш с вами Bc1 комплекс. Ну, ровно потому, что пурпурные бактерии, они относятся к протеобактериям. Точно так же, как и альфа-протеобактерии, чей метаболизм мы с вами разбрали только что, тоже относятся, очевидно, к этим самым протеобактериям. Они очень близкие родственники друг друга. В линейном пути электрона участвуют все три чувака, безусловно. От фотосистемы 1 к B6F комплексу и к фотосистеме 1. Кислород выделяется в рамках фотосистемы 2, с которым связан марганцевый кластер, который этим и занимается. На пластахинон передает электроны фотосистему 2. Она отрывает электроны от воды и передает их на пластахинон, который дальше идет к B6F комплексу. Который передает электроны пластыцианину, а принимает от пластыцианина электроны фотосистема 1. Все, вот такая вот ледучка. На самом деле в ней все было довольно-таки, на мой вкус, в всяком случае, несложно. Но судя по тем, кто сдавал, они тоже довольно бодренько с этим посправлялись. А мы с вами продолжаем. Перед этим традиционные просьбы включать камеры. Гигантское еще разок спасибо всем, кто это делает. Софа тоже класс, спасибо, что присоединилась к тем, кто включал камеры. Очень здорово, невероятно приятно. Давайте посмотрим на этих прекрасных чуваков. Эту картинку, на самом деле, мы с вами уже видели много раз, много раз еще увидим. Все дело в том, что он показывает наше место в окружающем нас мире. Вот посмотрите, когда-то существовал, напоминаю вам, Лука. Последний универсальный общий предок, который дал начало всем трем доменам современной жизни. Тот домен, который мы с вами разбирали в нашем курсе до этого дня, это был домен бактерий. Это самый большой домен, я вам на следующей лекции покажу реальные эволюционные деревья бактерий. Это действительно самый большой домен из всех трех. Второй по размеру домен, это тот, к которому мы с вами переходим сейчас. Это домен археи. А мы с вами, эукариоты, вот тут как будто бы представлен таким большим деревом. На самом деле, нифига. Мы это самая маленькая, крошечная, никому не интересная веточка, которую только можно себе представить. А реальные биологи занимаются, конечно, бактериями, ну в крайнем случае археями. А эукариоты это вот такая вот совершенно как-то незаметная, не пойми что, под микроскопом их не разглядеть, как их мало. Вот такая вот история. Чем археи нам особенно интересны? Тем, что это абсолютно альтернативная вселенная бактерия. У них все, ну ладно, не все, но очень многое не так. Совершенно не зря, да, там давным-давно, больше трех миллиардов лет назад, лука разделился на эти две веточки, на веточку бактерий и веточку археи. Укрет это довольно позднее изобретение. Значит, между бактериями и археями есть очень много и генетических, и цитологических принципиальных различий. И эти различия, на самом деле, абсолютно во всем. Еще одна знакомая вам картинка, которую мы уже проходили. Давайте я кратко вам ее напомню. У них даже покровы, то есть то, что по идее должно отделять тебя от окружающего мира, устроены очень по-разному. Если мы посмотрим на то, как устроены покровы у бактерий, то у них есть вот эти чудесные жирные кислоты в рамках гидрофобных хвостов. У археи вместо жирных кислот терпеновые спирты. Вообще другая история, что позволяло ученым предполагать, что у луки, скорее всего, вообще был один хвост, а все это дублирование хвостов было придумано независимо бактериями и археями, и ради этого и те, и другие приспособили глицерол-трифосфат к тому, чтобы присоединять к ним по два хвоста. Но поскольку они придумали это друг от друга независимо, бактерии археи, то, разумеется, присоединяются эти хвосты по-разному. Тут они присоединяются к этим двум углеродикам, тут к этим. Они получаются такими немножечко зеркальными замерами друг друга. Вот такая вот забавная фишка. Таким образом, даже мембрана у археи устроена совершенно по-другому. Уж не говоря о том, что у существенной части археи не двойной слой фосфолипидов, а одинарный. А все потому, что эти хвосты, когда-то, возможно, предкового, хотя не факт, двойного слоя, сшиваются не у всех, но у очень многих археи друг с другом вот таким вот образом, формируя как бы единую молекулу вот таким вот образом, единую молекулу одну на два бактериальных слоя. Вот такая вот штука. На этом принципиальное отличие покровов бактерий и археи не заканчивается. А у археи нет никакого мурина. Напоминаю, что у бактерий есть клеточная стенка, стоящая из пептидогликана мурина. Она может быть снаружи от бактерий, может быть между мембранами, если мы говорим об грамм отрицательных. Но этот мурин есть. У археи мурина не бывает. Иногда, правда, довольно редко, но встречается так называемый псевдомурин. Но это все-таки не мурина, несмотря на свое название. А вот эс-слой, помните такое молекулярное сито, которое покрывало некоторых бактерий? У них, наоборот, развит совершенно невероятно. Вот если выбирать, для кого эс-слой характерен, то, пожалуй, любой ученый вам скажет, что для археи. То есть у бактерий он иногда бывает в рамках такой небольшой какой-то вяненькой жиденькой прослойки. А вот у археи это такая прям мощная еще одна дополнительная стена, еще один дополнительный фильтр от влияния окружающей среды на архею. Таким образом, с покровами здесь все не так. А что с тем, что эти покровы делать умеют? Что с фотосинтезом, который мы с вами тут так подробно разбирали на примере цианобактерий и пурпурных бактерий? Есть ли фотосинтез у археи? Да, у археи есть фотосинтез. И нет, он не сперт у цианобактерий. Он придуман им совершенно независимо. Бактерии придумывали фотосинтез в ходе своей эволюции один раз. Все остальное – это вариации на тему. Но и археи придумывали фотосинтез совершенно независимо от бактерий. И устроен он вообще не так. Совсем ничего общего нет с тем, что мы с вами видели у бактерий. Ну, кроме разве что ТФ-синтеза, на которой все завязано. Понятно, что задача любого фотосинтеза в том числе – просинтезировать энергию. Значит, ТФ-синтеза тут работать будет. Кстати говоря, ТФ-синтеза устроена тоже не так, как ТФ-синтеза бактерий. Ну, то есть глобально похоже. Глобальный там и там есть С-кольцо, вот это вот. Сейчас давайте я включу указку, чтобы он был легче виден. И у бактериальной, и у архейной ТФ-синтеза есть вот это вот С-кольцо, есть вот это вот АБ-кольцо, которое, собственно, синтезирует АТФ-ки. Но если вы вспомните гипотезу о том, откуда возникали АТФ-синтезы в ходе эволюции, помните, когда-то это была мембранная пора, когда-то это была древняя хеликаза, которая выпихивала из клеточки всякие сначала РНК-шки, потом после модификации всякие альфа-спирали белочков. Эта альфа-спираль белочка потом тут застряла, и в итоге начала крутиться вся машинка целиком. Помните эту историю? А если не помните, пожалуйста, присмотрите прошлые лекции. Это совершенно потрясающая история про то, как АТФ-синтеза тоже собирается, как сложная машина из «не пойми, чего вокруг плавала», а потом там все застревает, все перестает работать, а потом начинает работать в обратную сторону, и в итоге потрясающая машина. Это абсолютно гениальная история. Пожалуйста, посмотрите лекции, посвященные АТФ-синтезе. Это точно того стоит, если вы вдруг забыли, как это работать. Так вот, эта самая АТФ-синтеза у бактерий похожа на АТФ-синтезу архей с точки зрения АБ-кольца и с точки зрения С-кольца. А вот белочки застряли в несуть всему разные. Нет ничего общего у этого центрального белочка, соединяющего кольца у бактерий и у архей. Скорее всего, это означает, что действительно АТФ-синтеза возникала в ходе эволюции дважды. Один раз у бактерий, а другой раз у архей. Причем возникала она очень похожим способом, просто там застревали разные белочки, и поэтому стержень АТФ-синтеза включался разным. Вот такая прикольная бонусная история. Так вот, для работы любой АТФ-синтезы, как бактериальной, так и архейной, необходим протонный гардиер. Необходимо делать так, чтобы протонов внутри клетки было мало, снаружи от клетки было много, и на этом протоновом градиенте вращался АТФ-синтеза и Синтезировал АТФ. Но тут есть потрясающий нюанс. Все те метаболизмы, которые мы сейчас с вами разбирали на бактериях, они были характерны для грамм-отрицательных бактерий, у которых есть две мембраны, и, соответственно, протоны выкачивались в межмембранное пространство. Грамм отрицательных архей не бывает. Они не бактерии, они археи. Никакой там наружной мембраны нет. Но, согласитесь, это максимально тупо. Выпихивать из себя протоны куда-нибудь наружу, чтобы потом АТФ-синтеза и пытаться их заполучить внутрь. Да не пойдут они ни в какую АТФ-синтезу. Их течение куда-нибудь унесет по своим делам. Не вернутся эти протоны к нам никогда больше. А как так? Как тогда создавать протонный градиент? Археи решили это абсолютно гениальным образом. Смотрите, что они умеют делать. Не все, правда, археи, но вот галла-археи так делать умеют. Они умеют образовывать впячивание своей мембраны. Посмотрите, вот таким вот образом. Мембраны впячиваются. И таким образом протоны закачиваются как бы в складку мембраны. Ну, то есть, да, теоретически они могут уплыть. Но понятно, что большая часть уплыть не успеет, поскольку все это находится в глубине складки. А, соответственно, то, что не успеет уплыть, радостно войдет в АТФ-синтезу, и мы пресинтезируем кучу АТФ-ок. Очень удобно. Осталось разобраться с тем, каким образом мы, собственно, выкачиваем протоны в эту самую складку. В складку закачиваем, выкачиваем из клетки, закачиваем в складку. Делается это вообще не как у бактерий. Вот тут принципиальное отличие. Совершенно гениальная схемка, устроенная очень красиво. Посмотрите вот на этот чудесный комплекс. Он называется бактериородопсин. Ну, бактерия, непонятно, каким образом тут оказалось, учитывая, что это архея. О уж эти эволюционные биологи, которые когда-то давным-давно не считали, что археи чем-то отличаются от бактерий, в отличие от нас с вами, которые теперь так считают, и назвали родопсин, встречающийся у археи, бактерия родопсином, а не архея родопсином, как, наверное, исследовала. Ну, назвали и назвали. Ладно. Постарайтесь не запутаться. Да, бактериородопсин не у бактерий встречается, а у археи. Такое бывает. Итак, бактериородопсин. Вот это вот этот чудесный белочек, который состоит из двух частей. Состоит он, собственно, из белка, который называется апсин, и вот этой вот молекулы внутри него, которая называется ретиналь. Кушали когда-нибудь морковку? Вот в морковке есть рыжий пигмент, который называется кератин. Вот если этот кератин взять и разрубить пополам, каждая половинка – это, в общем, ретиналь. Вот это примерно такая же штука. Этот самый ретиналь находится внутри апсина и ждет, пока на него посветит солнышко. Соответственно, именно эта молекула, именно молекула ретиналя, здесь будет вместо хлорофила пытаться улавливать свет. Помните, за счет чего хлорофилл хорошо улавливал свет? Там было много двойных связей, которые очень быстро распределяли энергию этого центра, энергию света по электронным облакам. Здесь очень похожая история. В молекуле ретиналя, в молекуле ретиналя, тоже есть много двойных связей. Посмотрите, вот так вот устроена молекула ретиналя. У нее есть головка и хвостик. Хвостик вот такой вот, в нем много чередующихся двойных связей. А раз есть чередующиеся двойные связи, сопряженные двойные связи, то, значит, есть электронные облака над молекулой и под молекулой. Этот хвостик головастика просто лежит на такой пуховой перине из электрончиков и укрылся одеялком из электрончиков сверху. Очень удобно устроился. И так он удобно устроился, пока на эти электрические одеяла, электронные одеяла и электронные перины не посветит солнышко. Потому что в тот момент, когда солнышко сюда светит, хвостик берет и сгибается. Происходит изомеризация. Вот эта вот молекула, которая находится в состоянии трансмолекулы, я не знаю, проходили ли вы на химии транс- и цис-изомерию. Если проходили, то вы меня понимаете. Если не проходили, то просто забейте. Считайте, что хвостик сгибается у головастика. Если проходили, вообще замечательно. Итак, происходит изомеризация. Транс-изомер, транс-ретиналь превращается в цис-ретиналь. Хвостик сгибается. Лежали вы, значит, загорали на своем шезлонге прекрасном, очень удобненьком электронном, прикрывшись электронным одеялком. Солнце светит, и вдруг все дело берет и схлопывает вас так, что вы сгибаетесь пополам. Понятно, что вы вряд ли радуетесь этому событию. Начинаетесь очень сильно возмущаться. Возмущение это проводится в том, что вы пинаете молекулу апсина, внутри которого, я напоминаю, вы находитесь. Хвостик согнулся. Понятно, что этим хвостиком вы пнули молекулу апсина. Апсин изменил свою форму так, что выкачивает протоны из клетки. Условно, у него был вот здесь, вот в глубине связывание протонов. А после того, как хвостиком вы его пнули, после того, как вы с негодованием набили ему морду, это отверстие взяло и перешло наверх. И протоны оказались в мембранной складке. Что, вообще-то говоря, нам и требовалось. Ю-ху. Теперь от эфсинтаза может нормально работать. Вот такая очень прикольная схема. Небольшой спойлер на следующий год. В наших с вами глазах, а может быть даже на этот, наверное, даже в этом году успеем еще, но небольшой спойлер на этот год. А в наших с вами глазах, которые тоже, вообще-то говоря, умеют улавливать цвет, правда, не для фотосинкоза, а для того, чтобы видеть что-то, тоже есть родопсин. Но только не бактерия родопсин, а просто родопсин. Немножко модифицирована его вариация. Которая точно так же состоит из белка апсина и молекулы ретиналя, которая точно так же ловлюет молекулу света, меняет свою форму и пинает белок апсином. С помощью этого мы видим. Небольшая бонусная история заключается в том, что если у архей свет сгибает хвостик, то у нас он хвостик разгибает. Вот такая внезапная прикольная притрубация. Но глобальная логика здесь, в общем, точно такая же. Контакт. Супер. Давайте теперь посмотрим на еще одну важную деталь строения покровов архей, а именно на отличие и у жгутиков. А жгутики у архей устроены не слишком похожи на жгутики бактерий. Вот посмотрите. Вот такую конструкцию и похожую на нее конструкцию мы с вами у бактерий глобально видели. Помните, мы с вами у бактерий проходили разные пили. В том числе у нас с вами был такой пиль четвертого типа, который нужен был, чтобы всякие яды выкачивать из клетки. На самом деле, не только яды, всякие разные выкачивали. Часто даже это генетическая информация. Сейчас даже молекулы РНК могут выкачиваться через пили четвертого типа у бактерий. Так вот, жгутик архей, называется археллум, он произошел от этих самых пили четвертого типа, от системы секреции четвертого типа у бактерий. Но стал он очень странненьким. Посмотрите, состоит он из белка, который называется флагелин. Но это очень разные флагелины. Посмотрите, вот есть какой-то флагелин Ай, флагелин G, еще вот какие-то такие фиговинки, флагелин B. То есть получается, что это целое семейство больших белков, этих самых флагелинов, которые на самом деле расположены в рамках одного оперона. Он так и называется, флагелиновый оперон. То есть это просто промотор. Дальше идут несколько генов всех этих самых флагелинов и заканчивается все это безобразие единым терминатором. Соответственно, все эти флагелины, они как бы синтезируются сразу и дальше сами собираются вот в такой вот прекрасный жгутик. Работает он глобально, похоже на жгутики бактерий, ну просто потому, что те и другие произошли от пири четвертого типа. Просто, соответственно, и там, и там есть вот это прикольное основание, такой прикольный статор, который работает на протонном градиенте. Это общая черта, несмотря на важные различия в строении. А теперь самая важная история. Это общее и различие молекулярной биологии, археи и бактерий. В целом и археи, и бактерии – это прокариоты, правильно? То есть это безъядерные организмы, в отличие от вас. Но это не от того, что они близкие родственники друг к другу. Нет, это два принципиально разных домена, произошедших от Лука давным-давным-давно, больше трех миллиардов лет назад. И тем не менее, конечно же, они оба несут в себе какие-то реликты того, что было когда-то давным-давно у Лука. И у бактерий, и у археи единый кольцевой геном. У них единая молекула ДНК, замкнутая в кольцо. Ну плюс могут быть какие-то отдельные плазмиды, которые плавают в окне. Это есть и там, и там, и, значит, скорее всего, и то, и другое было у Лука. Более того, гены и у бактерий, и у археи объединены в эпироны. То есть такие структурно-функциональные единицы, которые начинаются с промоутера и оператора, дальше идут несколько генов, и дальше идет терминатор. И вся эта машинка генов между ними, между промоутером и терминатором, считываются последовательно в одинаковых пропорциях. И у бактерий у археи ДНК полицистронная. Если вы забыли, то полицистронность, это означает, что с одной молекулой ДНК, собственно, на ней находится несколько генов. Это вот буквально это и означает. То есть как бы в составе оперона между промоутером и терминатором может быть несколько генов. То есть у вас синтезируется с этого оперона одна молекула РНК, на которую тоже несколько генов, и, соответственно, несколько сайтов посадки рибосомы, чтобы они могли садиться в разные места и синтезировать разные белочки. Вот у нас с вами, у Эл-Крёд, ничего подобного не будет. Ни такой кольцевой ДНК у нас с вами нет. Никаких плазмид у нас с вами нет. Никаких оперонов у нас с вами нет. И ДНК у нас моноцистронная. У нас между промоутером и терминатором всегда только один ген. А и у бактерий, и у археи в качестве такого привета Луке вполне себе такая древняя структура, которую мы с вами детально разбирали в лекциях по молекулярной биологии бактерий. Но, тем не менее, кое-что археи свое изобрели. Во-первых, ДНК у них не просто как-то там плавает в нуклеоиде. ДНК у них накручено на белки. Эти белки называются гистоны. Гистоны берут и накручивают на себя ДНК, и формируется такая, получается, довольно плотная конструкция, плотный настоящий хроматин, состоящий из смеси гистонов и белков. Ну, то есть, конечно же, у бактерий тоже есть хроматин, там тоже ДНК не просто плавает, оно тоже связано с разными белками, с какими-нибудь полимеразами, репликативными вилками, чем-нибудь в этом духе. Но там ДНК не пытается плотно сама себя упаковать. Она там довольно вальяжно разлеглась. В отличие от археи, которые умеют уплотнять молекулу ДНК. В тех местах, где она не нужна, а если какие-то гены, наоборот, активны, тогда мы можем там молекулу ДНК подрасправить немножечко, открутив ее от гистонов, и тем самым дать возможность полимеразе подойти к интересующему нас гену. Вот такая вот штука. Условно, одну книжечку, которую нам сейчас интересно почитать, открыть, другую книжечку закрыть. Это и есть как бы степень наматывания на гистонов. Закрытая книжка – это если мы ДНК на гистону плотно-плотно намотали. Открытая книжка – это если мы ее так разложили, немножко подсняли с гистонов и едва, едва, едва их касались. Небольшой спойлер. Мы с вами, эукариоты, унаследуют от археи, это их особенность. Эукариоты произошли от археи, и мы с вами эти гистоны от них унаследуем. Немножко их видоизменим, делаем посложнее, но тем не менее унаследуем. А еще у них есть абсолютно гениальная история, очень простая, но очень им пригодившаяся в ходе эволюции. Это то, что на их единой большой кольцевой хромосоме находится не единственный оригин репликации, а их там целая толпа. Помните, как происходила репликация у бактерий? Там вот у них есть кольцевая хромосома, на которой есть сайт начала репликации, оригин. Туда садятся две репликативные вилки и едут вот так вот до противоположного конца. Долго и занудно. В отличие от того, что происходит у археи. У них очень-очень-очень-очень много этих самых репликативных точек начала репликации. У них очень-очень много оригинов на их кольцевую хромосому. Почему это полезно? Ну, во-первых, это ускоряет процесс репликации. Но дело даже не в этом. На самом деле у бактерий репликации глобально тоже происходит довольно быстро. Это минут за 15-20 можно реплицировать их в геном. Зачем уж тогда увеличивать количество репликативных вилок? Все дело в том, что если у вас много оригинов репликации, много репликативных вилок работают одновременно на ваш геном, это позволяет вам, не теряя скорости размножения, увеличивать размер генома. И вот это очень важный эволюционный переход. Бактерии не могли себе позволить иметь большой геном, потому что тогда они потеряют скорость размножения. Представьте себе, что бывая бактерия, которая обложилась кучей-кучей-кучей разных генов, кучей-кучей всяких разных умных книжечек по биологии, сидит их медленно читает, пока ваши конкуренты, другие бактерии, идут и занимаются своими эволюционными делами, в смысле размножаются. Вы проиграете в эволюционные гонки, какие бы умные книжечки вы тут не прочли, какими бы умными генами вы не разложились. Это полное безобразие. Археи это решают абсолютно гениально. Они просто делают много оригинов репликации и, соответственно, могут себе позволить нарастить геномы. Могут себе позволить придумать, основываясь на внезапно возникшем геноме, на внезапно возникших генах странные фотосинтезы, странные жгутики, странные покровы, странных нас, которые из этих самых археи возникли. Это все прямое следствие того, что можно было позволить себе увеличивать размер генома, не теряя результативности конкуренции из-за снизившейся скорости размножения. Более того, свой геном они еще и очень неплохо защищают. И не только этими самыми гистонами, на которые они ДНК наматывают, защищают они еще и молекулы РНК. Для того, чтобы получить белки, которые выполняют все полезное в наших организме, нужно с ДНК считать РНК. Но у РНК, в отличие от ДНК, есть важная проблема. ДНК кольцевая, правильно? Замкнута в кольцо. Вот таким вот очень удобным образом. У нее нет свободных точек, на которые может есть какая-нибудь ядская молекула, какая-нибудь ядская нуклеаза или еще что-нибудь, и сожрать эту молекулу с этого конца. А вот РНК, она ведь всегда линейная. РНК, они не кольцевые, они линейные молекулы. А значит, там есть два конца. Три штрих-конец и пять штрих-конец. Два слабых места, с которых эта молекула может начать разрушаться. И археи придумали так называемый процессинг. Специальное навешивание определенных защитных устройств на пять штрих-конец и на три штрих-конец РНК. Тем самым защитив еще и РНК. Помните, как происходила транскрипция и трансляция у бактерий? Там на ДНК в нуклеоиде сидела полимераза, которая синтезировала РНК. На РНК, еще не родившейся, еще не десинтезированы до конца, уже сидели рибосомы, а за ними уже ехали нуклеазы, которые прямо эту еще не родившуюся РНК с другого конца уже уничтожали. В клетке бактерий РНК никогда не жили, не то что долго, они там вообще нисколько не жили. Не бывает такого, что РНК уже достроилась до конца, но еще не разрушилась. Нет, с одного конца достроены, с другого уже разрушаем. А между ними гибосомы бегут, 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 пытаются построить все это дело. И это абсолютная необходимость. Потому что, ну иначе, если наши собственные нуклеазы не разрушат нашу РНК, у которой свободные концы, то кто-нибудь за нас ее разрушит, и ничего хорошего это не закончится. Археи защищают концы РНК. Это значит, что РНК у них может жить долго. Один раз просинтезировали, и дальше неразрушаем эту РНК сразу. Она может плавать теперь в нашей клетке несколько часов. А у нас с вами некоторые РНК могут плавать и несколько недель даже. Это правда очень специальный тип РНК, но тем не менее. Согласитесь, очень важный эволюционный шаг вперед. И всю эту красоту мы на самом деле с вами унаследовали именно у Археи. Конечно, превращение Археи, ну, одной из веточек Археи, в Эукариот произошло не вот так. Конечно, это долгий процесс. Конечно, наша с вами веточка Археи, которая стала Эукариотами, постепенно приобретала еще разные модификации, которые потихонечку шаг за шагом превращали Археи в Эукариота. Финальным шагом стало, собственно, получение ядра. Но это только финальный шаг, отделяющий, собственно, прокариотическую Архею от Эукариотического нас. Но было много промежуточных шагов. И каким образом промежуточно из Археи Древних возникали мы с вами, мы узнаем на лекции после зачета. Все, что мы с вами прошли до этого момента по молекулярной биологии, цитологии бактерий, плюс сегодняшняя половинка лекции по Археям, вот эта предыстория Археи, которая не касается Эукариот, а касается всех остальных Архей, это то, что войдет в зачет на следующей неделе. Напоминаю вам, что сегодняшнюю летучку можно будет сдать не в середине зачета, как несложно догадаться, а если вы хотите ее пересдать, а вы хотите ее пересдать, я видел ваши оценки, то нужно мне просто написать, я вам пришлю эту летучку. За пять минут до зачета, нет, давайте за десять, давайте за десять минут до зачета на всякий случай, чтобы точно успеть, я открою Zoom для того, чтобы разобрать предыдущую летучку для желающих. Ну, а, соответственно, дальше в восемь часов вечера в следующей субботы зачет. Желаю вам на нем удачи. Будут какие-то вопросы по материалам, пишите, постараюсь относительно оперативно отвечать, потому что очень хочется, чтобы вы с этой цитологией и с этой молекулярной биологией наших с вами предков разобрались уже в конце концов. Всем пока. Все на сегодня. Пока, спасибо. Спасибо, до свидания. Пожалуйста, пока. А можно один вопрос? Да. То есть когда-то была такая реальная проблема, что тебе нужно было быть не только приспособленным, но еще и уложиться в какое-то количество генетической информации, потому что если ты будешь приспособленным на слишком большим количеством ДНК или РНК, то ты будешь просто слишком медленным. Ну да, да, да. То есть это как бы не то чтобы проблема в том смысле, что там бактерия ее осознает. Просто как бы если ты мутируешь в сторону увеличения гнома, ты теряешь скорость размножения. И оказывалось так, что это неизбежно приводило тебя к проигрышу конкуренции. Хорошо. Еще раз. Мы с чего начинаем, с какого момента? с креточной стенки? Слушай, на чем мы... Ага, я не помню. Черт. Давай я гляну, что там было в прошлом джоке. Сейчас надо демонстрацию. И гляну. Я не помню. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Извини, секундочку. Да-да, ничего. У нас вроде бы еще не улетает. Да, у нас еще есть несколько минут. Шесть минут. Так. Где зачет-то? Под зачет. Продолжение следует... Генетический код, РНК-мир, ДНК. А, не, у нас была только химия. Предыдущий зачет был по химии. А, то есть мы закончили где-то на переходе от ДНК к РНК вот это все различные преимущества, да? Да, то есть мы перешли от ДНК к РНК и мы придумали мембраны. И вот как бы на возникновении первых клеток мы закончили. То есть началось все с истории о том, как появилось... как начался транспорт крупных молекул. Да, да-да. транспорт крупных молекул. Дальше, соответственно, транспорт, транспорция, репликация, потом цитология. Ну да. Хорошо. Спасибо большое. Давай. – Дchau.